Наш алтарник Алексей взрослый уже мужик. Пришел в церковь, когда ему было чуть больше 30. Тогда в храме объявили, что будут всех бесплатно крестить. Он пришел и покрестился. И год больше в храм не заходил. Потом на Пасху пришел. А следующий раз был через полгода. Затем через месяц. Потом понял, что не может без церкви. Стал ходить каждое воскресенье по праздникам. Кто-то вот без ограниченных курортов жить не может. Кто-то без социальных сетей. А он без Бога. Молиться стал, причащаться. К близким душу не лезет. Боюсь, говорит, что-нибудь не то сказать. Жена в храм не ходит. говорит, верит в душе. А брат сначала над ним сильно смеялся. Скоро говорит, с ума сойдешь. Стричься, перестанешь. Бороду отпустишь до пояса. Будешь со священниками и старухами в церкви песни петь с утра до вечера. Пять лет смеялся, десять. А в этом году на Рождество сам позвонил и поздравил. Без обычных шуточек искренне от души. Разве не чудо? Алексей работает на железной дороге в путевой бригаде. Это которая рельсы устанавливает и шпалы меняет. Зимой, летом, стужей, зной, сутки через трое. Руки от работы у него заскоруслые и твердые, как кора на старом дереве. Как-то раз делал он что-то тяжелое, монотонное. Прямо не в моготу стало. Начал про себя молиться. И вдруг легло ему на сердце, что нет на свете лучшего для него, чем этой тяжелой, может быть где-то даже невыносимой работой, на этой земле богославить. Работать и молиться. Молиться и работать. И так всегда с Богом пребывать. От этого почувствовал такую радость на душе. Не передать. Словно ветерком весенним повеяло и все рассвело вокруг. Ему в глаза посмотришь, оттуда до сих пор этим весенним радостным ветерком тянет. Такие дела.